В далеком Краснотуринске на бульваре мира произошли шумные и совсем немирные разборки с рукоприкладством между 24-летним инструктором-методистом и директором муниципального бюджетного учреждения Центра спортивных сооружений Алексеем Владимировичем, который, как утверждает мать юной методистки, работница того же спортивного центра Наталья Юрьевна, якобы сексуально домогался ее дочери, а потом после ссоры с ней он якобы пытался уволить ее с работы. Под надуманными предлогами опозданий на работу и прочих нарушений трудовой дисциплины. А две недели назад он же оставил в ходе очередного выяснения служебных отношений на лице Даши и на теле молодой сотрудницы заметные и без судебно-медицинской экспертизы следы на голове и теле. По словам юриста Натальи Юрьевны и Даши, в этом году директор спортивного учреждения дважды увольнял его клиентку с работы, но суды первой и второй инстанции восстановили ее на работе. Финал служебного то ли романа, то ли конфликта, как говорится, на лицо, точнее сказать, на лице, в виде заметных желто-фиолетовых синяков под глазами девушки и большой шишки у нее на лбу. Судя по кадрам с коридорной камеры видеонаблюдения, а все произошло 3 октября в 10.40 утра на первом этаже спортивного учреждения на бульваре Мира-13, некий мужчина, внешне похожий на руководителя краснотуринского ЦСС, выскочив из кабинета номер 3, в коридоре догнал девушку и, как предполагается, ударил ее по лицу. Спортивная Даша, надо сказать, в долгу не осталась и ударом ноги пыталась ссадануть мужчину, похожего на ее работодателя, в то место, которое мужики обычно особо берегут от внешнего воздействия. На кадрах видно, что женщина постарше заступается за девушку, пытается ее успокоить, но молодая работница снова врывается в тот самый злополучный кабинет, а потом мать и дочь звонят по мобильникам, как выяснится позже, вызывая на подмогу полицейских. Кстати, за кадром остался еще один фрагмент рукопашной схватки, по словам юриста Даши и Натальи Юрьевны. На первом судном заседании директор в статусе ответчика якобы отказался выносить на обсуждение историю с предполагаемыми сексуальными домогательствами к молоденькой методистке-инструктору и СМС-ки, которыми, по словам матери, он якобы забрасывал ее дочь, в суде не рассматривались по просьбе ответчика. В деле фигурировал лишь трудовой спор. Наталья Юрьевна опасается, что никакого уголовного дела о побоях нанесенных дочери возбуждаться не будет, и все в худшем случае закончится административкой. А между тем, как утверждает Наталья Юрьевна, руководитель в ноябре прошлого года и саму ее душил, уронив в кресло, и пытался вырвать у нее из рук клочок порванной бумаги, на которой он якобы написал строптивой сотруднице-методисту-инструктору и по совместительству кадровичке несколько непечатных слов. Как нетрудно догадаться, речь идет о матери Даши Натальи Юрьевне. Правда, женщина тогда не стала выносить ссоры из избы. Более того, по ее словам, она и Дашу уговаривала потерпеть директорские вольности, пока дочка институт не закончит. Даша, по словам матери, плакала по вечерам, но молчала до поры до времени. Может и зря. Мы пытались получить комментарий у Алексея Владимировича, но его телефон сегодня оказался недоступен. Правда, по словам юриста, в объяснительной в полиции директор спортивного учреждения утверждал, что молодая сотрудница сама якобы ворвалась к нему в кабинет, ударила его, а он, выбежав в коридор, ее не бил, лишь пытался успокоить. Объективности ради нужно заметить. Съемки с видеокамерой в самом деле не позволяют однозначно утверждать, что мужчина, похожий на руководителя спортивного учреждения, поднял руку на девушку. Мы, разумеется, не могли не задать маме Даши вопрос, который сам собой буквально вертится на языке. Стоило ли по суду восстанавливаться на работе, если и без того ясно, что у работодателя и сотрудницы душевного трудового сосуществования в дальнейшем не получится. Неважно по какой причине. Но разбитый горшок, как известно, ни слезами, ни выговорами не склеить. В ответ на это 50-летняя женщина с грустью призналась, что в их работном городке молодой спортивной девушке очень трудно найти работу. Ей, взрослой женщине, кстати, тоже. Дарья, по словам матери, планирует после окончания вуза устроиться на работу в школу физруком. В любом случае, история эта очень непростая и однозначно неоднозначная.